Фойе Коголымской Сибири наполняется с каждой минутой ценителей хорошего кино. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый фильм о фестивале, какая состоялась? Не была. Вы не были? Нет, не надо. А что вообще можете сказать о фестивале? Это ведь гордость Коголыма. Конечно, гордость. Мне очень всегда нравится. Я очень рада, что в нашем городе проходят такие мероприятия. Понравился очень фильм «Сестренка». Вызвал, наверное, эмоции, да? Да, очень много эмоций, очень понравился. «Любовь земная» фильм. Мы смотрели в музее. «Сестренка». «Сестренка». Очень послевоенный фильм. Тем более режиссер этот фильм в основном ставил в честь своей мамы, потому что она после войны выходила этих детей, никого никому не отдала, никакой ни детдом, ни чужим людям. И вот он в благодарность этот фильм поставил. Среди поклонников отечественного кино председателя общественной организации «Первопроходцы Коголыма» Тамара Гаврилова. За всю историю «Золотой ленты» она не пропустила ни одного фестиваля. Ведь съесть ключевых фигур российского кино еще раз наглядно демонстрирует, что Коголыма – это не только уникальная площадка рождения производственных объектов, но и точка притяжения культурного богатства России. Конечно же, фильмов было много, фильмы были прошлых лет. Фильмы прошлых лет, они незабываемы, они в наших сердцах, в наших умах. И фильмы прошлых лет – это то, что ложилось на душу всегда. В этой «Золотой ленте» из новых фильмов, естественно, я отмечу только «Сестренку», потому что вот это фильм, который оставляет след и в уме, и в душе. Каждый год «Золотая лента» берет более высокую пробу. Программа фестиваля постоянно меняется, как и само российское кино. 2019-й не стал исключением. Елена Захарова, Александр Галибин, Юрий Борисов, эти и многие другие знаковые фигуры отечественного кинематографа стали частью «Золотой ленты» 2019. Вообще, за 16 фестивальных лет в Коголыме состоялось более 110 творческих встреч с известными и любимыми актерами кино. В этом году программа существенно обновилась, добавили категорию «Кинопедагогика», то есть теперь юные югорчане могут получать не только удовольствие, но и образование. Такое погружение в киномир высокого и прекрасного стало возможным благодаря компании «Лукойл». От церемонии закрытия «Золотой ленты» для жителей и гостей культурной столицы Югры выступил вокальный ансамбль «Вива». Коллектив приехал из Москвы, хорошо знаком меломанам всей страны. Нынешняя «Золотая лента» вошла в историю. В следующий раз созвездие кинематографистов украсит культурную столицу Югры ровно через год. Никита Рогозин, Николай Сапожников. Специально для новостей.